Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Сегодня Православная Церковь празднует торжественное видение во храм Престой Богородицы. Этот праздник посвящен событию, когда Божьей Матери было три года, и ее праведные родители Аким и Иоанна приводят ее в Иерусалимский храм, чтобы отдать на воспитание, во исполнение своего обета, посвятить свою дочь Богу. Для современного человека такой поступок может быть непонятен, а порой даже вызвать возмущение. Как родители могут отдать единственное свое чадо Богу? Более того, мы порой наблюдаем, когда крещеные православие родители категорически не ходят в храм со своими крещенными детьми. Более того, даже в семье не беседуют о вере никак с ними. Таким образом, у нас возникает вопрос, а нужно ли приводить детей в храм, и нужно ли воспитывать их в вере? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского, города Новокубышевск, отцом Александром Мищенко. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий. Отец Александр, нужно ли воспитывать детей в вере? Ну, вопрос стоит так, что можем ли мы не воспитывать детей в вере, если мы сами являемся верующими людьми? Потому что если человек ходит в храм, если он встретил Бога в своей жизни и полюбил службу, то всё, что связано с православием и верой, оно будет пропитываться где бы он ни был. Если человек идёт копать картошку, он будет говорить, «Господи, благослови, ребёнок это не может, не слышится, не видит». Если человек попал в какую-то беду, то он начнёт молиться, и ребёнок это тоже не может не видеть. И поэтому, когда сам человек является воцерковлённым, то есть ходит в храм, посещает службы, участвует в таинствах, исповеди, причастия, то вот это воспитание веры, оно будет естественным, потому что оно будет пропитано всем и разговорами, и отношением к жизни, отношением к смерти, близких, родственников и так далее, как всё это происходит, когда умирает бабушка. Но это будет во всём. И поэтому ребёнок будет, видя отца и мать, которые ходят в храм, будет сам от них всё набирать и забирать. Другое дело, да, когда родители сами не воцерковлённые, то тогда и может возникнуть вопрос, а как и надо ли приводить ребёнка к вере? Но тогда нужно самим сначала вместе с ребёнком начать ходить в храм, начать вместе честно изучать и с ним вместе открывать для себя Библию, открывать для себя богослужение, открывать для себя таинство, учиться вместе преодолевать свои внутренние недостатки и страсти, учиться не обижаться, учиться прощать, учиться быть смелым в школе, учиться быть трудолюбивым во всём везде, вместе учиться. И тогда и вопрос не встанет у тебя, а надо ли ребёнка приводить в вере? Потому что ты сам будешь искать, ну а ребёнок он считывается на всё, однозначно, так или иначе. Поэтому вопрос тут больше стоит, надо ли мне самому воспитывать себя в вере? Будут воспитываться родители, я думаю, что и дети за ними тоже потянутся в храм обязательно. А как же вот мнение, которое есть у некоторых родителей, которые говорят о том, что любое воспитание веры – это значит навязывание насильное ребёнку, каких-то норм, догм, что ребёнок вырастет, и он должен сам определиться. Вот как нам реагировать на такие мысли родителей? Ну, такие мысли родителей, они не совсем, скажем, до конца честны. Потому что если мы говорим о навязывании, то мы в любом случае ребёнку много чего навязываем с самого раннего детства. Мы же не можем сказать ребёнку, так, ты вот вырастешь, выберешь, тебе ложка есть или прямо так с тарелки там есть, со столом сидеть или, там, не знаю, с пола, может быть, может, так ты хочешь. И мы знаем сейчас, что по некоторым новостям в западностранных странах там так и есть. Ребёнок может выбрать себя каким-то животным, например, и родители требуют какого-то особого отношения, врачей и так далее. И мы очень много чего детям так или иначе начинаем навязывать, соблюдая правила дорожного движения. Ходи в школу, учи науки, одевайся так или иначе. Говори вот так вот. И поэтому мы не можем оставить это до 18 лет. Невозможно. И мы очень много чего даём ребёнку. И в этом плане ребёнку и не будет, и вообще не должно быть никакого навязывания. Вот вопрос надо ещё рассматривать так, что, в принципе, нельзя ничего навязывать. Мы должны ребёнка научить. Научить ходить через дорогу на зелёный свет и никогда не перебегать на красный. Научить ложку правильно держать, что мы и делаем. И это мы делаем, потому что мы сами так делаем в своей жизни. Мы сами едим ложкой, мы сами ходим на зелёный. Мы сами учимся, мы сами трудимся. И вот опять же, возвращаясь к первому вопросу, если мы сами будем жить и прям буквально гореть верой, если вера для нас будет не что-то внешнее, параллельное, вот моя работа, вот мой дом, вот мои увлечения, вот мои друзья и вот храм, который где-то отдельно от всего этого стоит. Я пришёл на праздник большой, на Пасху, Рождество, пришёл в воскресенье в храм, постоял со всеми, сделал все необходимые ритуалы, а потом начинается моя обычная жизнь. Вот если так, то, конечно, и тогда вера будет навязыванием и для себя самого, и для ребёнка. А если для себя вера живая, и ты её не можешь не транслировать во всей своей жизни, то и для ребёнка она будет тоже живая, и она не станет навязыванием, она станет тем, что ребёнок сам тоже хочет прикоснуться. Вот в этом плане так. И надо ещё понимать этот момент очень важный, что самые лучшие вещи, самые нужные вещи приходится себе навязывать. И приходится себя заставлять. И вот если перейти к вопросу, надо ли ребёнка заставлять вообще ходить в храм, если он не хочет, то тут как бы тоже надо смотреть на этот вопрос с двух сторон. Потому что, во-первых, конечно, не вольник, не богомольник, и насильно мил не будешь, и насильно полюбить никого нельзя. И поэтому насильно в храм никого не заставишь ходить. Но вот самые важные вещи — мы себя заставляем делать. Человек заставляет себя утром вставать и идти на зарядку. Например, если он делает зарядку, и это надо заставлять, потому что легче пойти, не пойти на зарядку. Мы заставляем себя вечером, чеси зубы, перед сном, и это приходится себя заставлять. Спортсмены, они же ведь себя заставляют постоянно идти на тренировки. Для меня было открытием, когда была Олимпиада, в какой-то из годов, уже много лет назад, и наши синхронистки, девушки, заняли, кстати, золотую медаль тогда, и у них брали интервью. И спрашивали у одной из них, скажите, вот что ты в жизни не любишь больше всего? И они, может быть, хотели получить какой-то такой ответ. И вдруг она говорит, я больше всего в жизни ненавижу холодную воду. Казалось бы, она каждый день утром обязана идти на тренировку, а то ещё и не только утром, и днём, она почти весь день проводит в бассейне. И она терпеть не может холодную воду. Она ненавидит просто, как она сама сказала. Для меня это было очень удивительно. Но она себя заставляет, она принуждает себя сама идти в бассейн, потому что она знает, ради чего. Она хочет получить понятные ей результаты, она хочет достичь больших высот. И поэтому мы часто себя заставляем делать нужные, но не всегда приятные вещи. А не получилось ли, вот по аналогии с этим примером, что, да, может быть, и ребёнок, подросток уже, который ходит в храм, будет заставлять себя идти в храм, но как раз-таки преследуя другую цель, что вот он любит родителей, что он не хочет лишний раз от родителей, может быть, получить какое-то замечание и так далее. То есть, что он будет в храм ходить именно потому, что ему просто сказали родители, взрослые, ну, скажем так, чтобы их не огорчать. А подлинной веры, может быть, у подростка-то и нет. То есть, не может ли здесь такая подмена случиться того, почему ребёнок ходит в храм? Или это всё-таки естественный процесс? То есть, это с каких-то всё-таки базовых вещей должно начинаться, и потом уже вот это зерно веры, оно прорастает у ребёнка, как кто-то говорил, я уже сейчас точно не помню кто, но что вот, да, наше дело, да, сеять слово, а уже дальше Господь творит своё дело в сердцах человеческих. Вот в сердцах даже наших детей происходит нечто похожее. Да, мы пытаемся их воспитывать, мы передаём всю красоту нашей веры им, а уже действительно их подлинная личная вера, это уже тайна, которая происходит, вот сердце, в том числе и наших детей, наедине их сердце с Богом. То есть, ну вот как правильно вот этот вот путь сделать к этому внутреннему деланию в сердце ребёнка? Как не добиться того результата, что мы как бы собой, да, своим воспитанием, своим каким-то надзором постоянным просто затмим Христа в какой-то момент? Ребёнок будет ходить в храм просто потому, что родители этого хотят. Да на самом деле подмены-то у нас постоянно и везде. Чего же говорить про детей, когда мы взрослые порой и подменяем таинство и то, что называется покаяние, метаноя по-гречески, то есть изменение себя, подменяем просто внешними формальными действиями. И если провести опрос, почему ты ходишь в храм, то вряд ли сто процентов скажут, что я там ищу Христа и хочу стать другим, настоящим, хочу стать святым, хочу измениться. Кто-то скажет, у меня болеет мама, я хожу, ставлю за неё свечки. Кто-то скажет, у меня муж на СВО, я вот за него молюсь. Кто-то скажет, мне просто красиво поёт, мне нравится очень. И подмена может быть не только у детей и у взрослых. К сожалению, и у взрослых. Многие не совсем до конца понимают ту силу, ту мощь, ту важность, которую даёт нам храм. Вообще те таинства не все понимают. И поэтому правильно нужно, чтобы дети, они в храм ходили осознанно, максимально. Они знали, что там происходит. Они знали, что звучит в молитвах. Они знали, что такое литургия, и что на ней свершается явно, а что свершается тайно. Потому что ведь литургия каждая, это маленькие, то, что мы видим, это только верхушка айсберга. А самое главное, свершается незримо для нас претворение тела и крови, хлеба и вина в тело крови Христова. Это таинство там. И ангелы ведь по словам своих отцов стоят в храме, и сам Христос ходит в алтарь. То есть свершается огромнейшее, большое дело. Мы видим только внешние проявления в виде песнопений и молитвословий, действий священника и всех, находящихся в храме, общей молитвы. И вот если ребёнка познакомить с богослужением, если ему объяснить смысл молитв, не просто там, «я копал в суху перешествия в Израиль» и так далее, многие непонятные слова, и взрослые непонятные. Если ребёнок встретит в храме Христа лично, тогда для него это не будет обязаловкой. Вот наша задача какая-то взрослых и священников, и всех, кто находится в храме, и педагогов, которые находятся в воскресных школах, при храмах, и вот в системе всего нашего образования, Деоц в епархии, познакомить детей с Христом лично. И в этом плане, конечно, мы должны тратить время родителей на объяснение молитв. А что там за молитва такая? И вот есть добрые советы многих разных опытных священников, что порой лучше ребёнку дать меньше, но проще и понятнее, чтобы он знал, что он говорит, а не просто формальные какие-то вещи, чтобы он понимал, в чём заключается подготовка к причастию, почему он должен готовиться. Потому что это встреча со Христом, потому что это с самим Богом встреча, и значит, мы должны внутри себя как-то поменяться, мы должны попаститься, чтобы немножко прислушить себя, тело своё, мы должны помолиться особенно, мы должны простить всех, мы должны покаяться на исповеди, что с Богом примириться. И утром прийти к другим, а ведь как получается, что ребёнок поисповедовался, почитал молитвы формально, а потом натворил вечером не знаю чего, и утром пришёл с улицы, с Балмошной совершенно, в храм и ничего не понял. Поэтому наша задача — быть такими педагогами, внимательными к своим детям каждому и помочь узнать и службу, и нашу веру прекрасную, и Писание, и Евангелие, и Ветхий Совет узнать, познакомить не просто формально, а как-то раскрыть. Хорошо. Допустим, родители добрые, благочестивые христиане искренне желают ребёнка приобщить к храму, к богослужению, к красоте молитвы, стараются ему всё объяснить. Допустим, в храме добрые, замечательные бабушки, педагоги в воскресной школе тоже всё объясняют, показывают. Ну вот, неинтересно ребёнку, вот он приходит, ему скучно, то есть он пришёл в храм, ну ему скучно стоит. Вот гиперактивный ребёнок, допустим, подросток, из него энергия вот прям льётся, он приходит в храм, не может стоять, мама бедная постоянно краснеет, когда приходит с ним, приводит его в храм. Там люди тоже потихонечку иногда начинают оборачиваться, что это там мама не может никак там ребёнка воспитать, как вести себя в храме. А ребёнок-то ничего плохого-то не желает, просто ему вот неинтересно. Но родители хотят вот поделиться этой красотой, как вот найти вот такой подход к детям, когда ребёнку неинтересно, когда ему там скучно, когда ему тяжело находиться в храме, тем более там, ну дома, да, хорошо, когда, допустим, уже есть какая-то всё-таки практика общая, да, в семье у детей, да, всем вместе вставать на молитву, пусть даже там пару минут хотя бы там даже отче наш прочитать. Особенно там есть и старшие дети есть, да, там младшие за ними смотрят, повторяют, это хорошо. А когда вот, ну допустим, может быть, даже там семья только к вере пришла, да, своих детей пытается потягивать, а они как бы вот никогда этим занимались. Как вот тут вот их зацепить и как сделать так, чтобы ребёнок этот остался в храме, вот этот вот непослушный, гиперактивный ребёнок. Может быть, какая-то практика у вас есть, как вообще справляться вот родителям с такими детьми? Ну, во-первых, есть некая тайна, что не все одинаково воспринимают дети, вообще всё, включая и школу, и включая в том числе и веру. И одному ребёнку достаточно, там, прийти на Рождество, на службу, восхититься всем вот этим, что на службе происходит, и он навсегда останется в храме, ему будет интересно всё. Он захочет быть в алтаре, он захочет дома сам молиться. В общем, загорится ребёнок. А другой ребёнок, ему не заходит ничего. Вот он и на службе, и батюшки хорошие, и педагоги прекрасные, а вот не получается у него ничего. И бывает так, что вот есть семья такая известная, в Сколовых, и у них все дети либо священники, либо матушками стали, жёными священников. А один ребёнок сказал, я буду ходить в комсомольную пионерскую организацию, и вы не имеете права мне запрещать. И он на них чуть ли не жаловался, и протест был внутренний, хотя и сам отец священник, и все дети священники, а вот один оказался другой совсем ребёнок. И вот тайна какая-то есть. Почему одинаковый вроде подход ко всем даёт отец и мать одинаково для всех, кто-то воспринимает легко, а кто-то вот никак не воспринимает. И поэтому вот с таких детей, наверное, видимо, только нужно молиться родителям. И мы знаем не понаслышке, а из истории, что молитва матери может с одного морского достать. И много-много историй, когда человек в разном поиске, вот и активный, и потом находит, в конце концов, веру. И зачастую по молитве мамы, например, есть такой случай, ко мне пришёл мужчина, ему было лет 50, уже за 50, и он только пришёл в храм, свои 50 лет, и говорит, батюшка, я начал сейчас читать жития святых отцов, жития святых, и говорит, я понял, что вдруг я всё это знаю. Я знаю про этого, читая другого, я тоже это знаю. Я не могу знать, я никогда не читал жития. А потом вспомним, что бабушка читала ему в детстве сказки, и эти сказки оказались с житиями святых, потому что по-другому нельзя было. И может быть, вот это зерно, посеянное в его сердце, тогда проросло только спустя вот эти там 40 с лишним лет. 50 лет он пришёл в храм уже осознанно. И с такими детьми, может быть, бывает так. Я читал вспоминания подростков, которые ходили в храм в детстве, а потом вдруг ушли в свои 13, 14, 15 лет. И потом они уже взрослые, делятся вспоминаниями, почему они ушли и как это ещё всё было. И вот одна девушка пишет, что она ходила в храм, была воскресная школа, она причащалась, всё ей нравилось. А потом начались все любовные дела, и потом ей стало стыдно исповедоваться перед батюшкой, и потом потихоньку-потихоньку она перестала исповедоваться, причащаться, и ушла совсем. Но у неё всегда оставалось в душе, что что-то было такое важное, яркое в жизни, причастие для неё было. Она даже не помнит, что батюшка говорил. Она не помнит, что там вообще в храме было. Осталось только одно вспоминание, яркое — это причастие, которое для неё казалось чем-то очень важным в жизни. И когда потом она сама стала мамой, она начала уже своих детей ввать в храм, и вот вернулась вместе со своими детьми в храм. То есть бывает так. А насчёт гиперактивных детей я вот слышал лично такой опыт. Одна мне мама рассказывала, что она ходила с своими двумя мальчиками, ходила в Иберский монастырь на службы. Но монастырь всегда службы длиннее и сложнее, и не такие, скажем, торжественные песнопения, более спокойные. И вот она смотрит, что мальчики начали у неё там, значит, уже всё возиться, начали, уже им скучно, неинтересно. И она говорит, ну что, на набережную? А там же недалеко от Иберского набережной. Да, 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 да. Они, значит, уходят на набережную, гуляют там буквально минут 10. Говорят, ну что, в храм? Да, пойдём в храм. Они возвращаются в храм, опять постояли какое-то время, и опять на набережную, да. И вот они так ходили, то есть туда приходили к причастию. И в итоге, вот плод какой-то всего этого, у этой мамы два сына, два монаха, два священника. Не значит, что ваши дети будут монахами, если вы будете так вступать. Это значит о том, что детям не стало противно служба, вот что может страшно случиться, не стало это навязывание. Потому что есть ещё обратный пример, у меня личный, мой друг, с кем я служил в армии вместе. И я вот в армии начал ходить в храм, я потому что был офицер, у меня был свободный выход в город. И я как-то говорю, слушай, пойдём со мной в храм. Он говорит, нет, я не пойду. Он говорит, ну что такое, пойдём, просто посмотришь, там хорошая компания молодых людей, там было такое большое молодёжное движение. Говорит, нет, меня бабушка водила в храм в детстве, заставляла меня причащаться, теперь я всё это ненавижу. И он крестик снял, написал себе на странице, что он агностик, и вот настолько у него отторжение к храму, что он даже входить в него не хочет. И вот мы должны, как педагоги, какой-то найти для каждого ребёнка свою какую-то... То есть мы должны быть сами внимательными. Должна быть какая-то любовь к детям такая, внимательность, чтобы мы нашли. Вот сейчас ребёнку надо выйти из храма, а сейчас нужно постоять, а сейчас нужно ему там что-то подсказать. В нашем храме я вот завёл такую практику, у нас есть закупленный комплект книжек, называется «Самая главная служба литургии». И там книжка, в которой на одной странице идёт вся служба, а на другой картинка, где объясняется, что сейчас священие делает в храме, сложные слова объясняются, службы. И вот детям я разрешаю, да и, кстати, взрослым разрешаю, стоять с этой службой в храме на службе и понимать вообще, что там происходит, чтобы они знали, что это не просто что-то, они следили. Ну и хорошо, если детей можно привлечь в храме к каким-то делам. Напосвечник поставить, в алтарь, если батюшка может забрать, в алтарь забрать, читать что-нибудь, дать детский хор у нас, вот благодаря митрополиту в каждом храме существует, хор поставить, детей петь, чтобы они чувствовали себя реальными, участниками того, что происходит. То есть мы говорим о том, что понуждать все-таки нужно тоже с мерой, скажем так, с пониманием, какой ребенок перед тобой, к чему это может привести. То есть нет такого универсального ответа, вот так все время поступай, получишь результат. То есть мы в очередной раз убеждаемся, что во всем должна быть любовь, во всем должно быть понимание, искреннее желание поступить правильно, в том числе передать все то благо, которое у нас есть благодаря нашей вере, благодаря вере во Христа нашим детям. И действительно, это процесс трудоемкий. Одно дело, да, когда вот так вот общаешься, вроде бы на словах, ты вроде, да, все правильно говоришь, а когда вот уже доходит до дела, как это вот все передать ребенку, как найти правильный подход родителям к своему чаду, чтобы вот он остался в храме, чтобы вот эта вот вера, которая есть у самих родителей, она все-таки в сердцах их детей осталась и дала какие-то свои плоды. Это действительно очень процесс непростой. И вот вы отчасти затронули тему, которая тоже очень болезненна, я думаю, не только для родителей, но и для многих священников и прихожан верующих, у которых вот как раз-таки вот эти ребята, это подростки, которые трудились в храме, которые, может быть, алтарничали, да, помогали наклировать. Но когда они уже достигают определенного возраста, они начинают уходить из храма, как вы правильно сказали. То есть начинается там у них институт, начинается колледж, и, ну, ребята просто пропадают. То есть вот они до этого все были, все время были в храме, и тут все, как бы их вот затянуло в эту, как бы, жизнь уже потихонечку, которая взрослой становится. И как родителям вот здесь поступать в такой ситуации? То есть как вернуть им обратно в храм, то есть как-то беседовать? Или родители уже никак не могут на это повлиять, что все, ребенок уже взрослеет, и ты никак не можешь повлиять на то, чтобы он снова стал прихожанином храма? Как вот здесь нам быть? Ну, еще добавлю к предыдущему вопросу, что я вот сейчас подумал. На самом деле родители, вот по воспитанию пока еще детей, мы родители молодые, у нас еще самих все страсти кипят, мудрости никакой не хватает, опыта ни духовной жизни, ни церковной жизни нету, да и просто не хватает опыта житейского. И в этом плане главными воспитателями все-таки должны бабушки и дедушки. Для детей, и если у кого-то есть хорошая верующая бабушка, то это, конечно, огромнейший эффект даст ребенку. Вот. Дай Бог, чтобы такие бабушки и дедушки были. Мы сейчас такое поколение, что только мы 30 с небольшим лет, как православие стало негонимо, и мы сами еще никакого опыта не имеем. И это сказывается на подростках. Потому что если мы в детстве детям привили только принуждения, мы их не познакомили, то дети не встретили настоящего Христа, они могут, конечно, уйти из храма. Что мы можем делать? Мы можем, во-первых, детей, ну, сделать так, чтобы дети были нужными на приходе. Для этого священник или активная группа прихожан, кстати говоря, не только священник, на берегу бабушка все сваливает, что бабушка все должен, всем все должен, и того, и того, и с тем заниматься, старенькими, маленькими. Сами активные прихожане могут изобрести что-нибудь такое, чтобы подростки оказались нужны на приходе. Какой-то кружок, какие-то социальные проекты, где можно помогать. Есть такая часть молодежи, которая хочет себя привить в этом мире, быть полезным кому-то, сажать деревья, ходить в походы, ходить в больницы. Что-то еще, много-много чего можно. Какой-то, может быть, просветительский проект в интернете, можно какую-нибудь студию сделать, здесь снимать ролики интересные, какие-нибудь короткие фильмы. В общем, тут масса творчества нашего, взрослых, чтобы дети оказались вовлечены в этот проект, и они будут нужны в храме, им будет там интересно. Есть подростковые клубы, вот у нас в храме есть клуб подростковый, и мы тоже сейчас, на самом деле, пытаемся, нащупываем, как это все должно работать, и общаемся с подростками, их, пускай немного, но мы им даем возможность быть в храме, пообщаться с священником, ответить на вопросы, вместе читаем Евангелие, вместе играем в настольные игры с детьми, с подростками. И дети приходят, им нужно, это интересно, мы видим, что есть запросы детей. Но есть, конечно, часть детей, которые по какой-то причине стали стесняться ходить в храм, или из одноклассников, или по своим внутренним причинам духовным, так и грехи, которые стыдно исповедовать ребенку, и такой процент будет точно, то за таких детей нужно крепко молиться. Вот один архимандрит, к которому приезжают много-много людей, всегда за советом, к нему приехала мама, и тоже насчет ребенка своего спрашивала, говорит, вот как быть? Он говорит, а ты знаешь, почему я здесь сижу? Знаешь, почему я архимандрит, я настоятель монастыря, ко мне люди приходят? Я говорю, почему? Он говорит, батюшка, почему? Потому что я ложился спать, а мама моя стояла на молитве на коленочках. Я просыпался, мама опять стояла, уже стояла на молитве на коленочках, и читала за меня всю жизнь Акафис по крови Божьей Матери. И говорит, вот именно молитва мама, не мои заслуги, не потому что я какой-то такой, а молитва мама меня спасла. Аминь. Аминь, отец Александр. Будем молиться за наших детей, будем делать все, что в наших силах, чтобы передать красоту нашей веры и непрестанно за них молиться. Спасибо, отец Александр, за беседу. Спасибо, отец Назарий. Напоминаю, дорогие друзья, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, группа телеканала «Самарагиз», раздел «Передача просто о вере». С вами мы прощаемся. Ангелосимхранителя с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова